Привет! Короче, это был просто обычный понедельник без каких-либо ожиданий, без каких-либо планируемых презентаций и всего вот этого. И тут ребята из 343 такие, а почему бы нам просто в случайный понедельник не сбросить на голову своих фанатов новый геймплейный трейлер из Halo Infinite, который все уже заждались просто невероятно. Ну вот просто вот так вот взять и сбросить. И пока неадекватный Sony Boy настраивает там свои микроскопы, пытается найти к чему докопаться в этом трейлере и ищет причины почему и за что эту игру вам нужно обязательно ненавидеть, Я предлагаю обсудить, что нам показали в этом трейлере и почему эту игру стоит ждать и за что любить, ну если вы не фанат и ранее в принципе не играли в Halo. Потому что реальным фанатам этой игры нет смысла что-то рассказывать или объяснять, они и сами все видели, все поняли и если судить по комментариям из официального трейлера, то все писают кипятком и очень ждут новых Halo. Поэтому давайте начнем. Ну а перед видео, если вы ищете какой-нибудь игровой монитор, то я вам советую присмотреться к Acer Nitro, который легко можно найти на e-каталог. Если посмотреть на его характеристики, то тут стоит хорошая матрица с частотой 144 Гц и в нем есть разные полезные функции, если что на e-каталоге доступны все подробные параметры. Здесь же можно найти и наиболее выгодную цену на данный монитор и если хотите тут же можно сравнить его с аналогом от Asus, в принципе оба монитора плюс-минус одинаковые, но за свою цену Acer предоставляет схожую передачу частот и функционал. Кстати он имеет матовое покрытие, которое меньше бликует, ну и в целом он ничем не уступает своему более дорогому аналогу. Кстати на e-каталоге можно посмотреть и на динамику изменения цен. Вообщем если ты ищешь себе игровые мониторы, компьютеры, комплектующие, заходи на e-каталог. К тому же он расширился и теперь доступен еще и в Казахстане. Итак, для массовой аудитории после прошлого провального показа, наверное главной интригой этой игры была графика. Ну потому что по графике массовая аудитория в принципе и встречает игры. Понятно, что провожает уже там по истории, геймплею, механикам и так далее, но встречает всегда именно по графике. И в первую очередь хочется поговорить именно об этом. Так вот, этот сюжетный трейлер должен был как раз таки продемонстрировать, насколько сильно игра шагнула вперед по сравнению с прошлым годом. И честно признаюсь, то что нам показали в этом трейлере выглядит мое почтение. Игру неплохо так прокачали. Вот сцена один в один, можете убедиться сами. Стены и то как они изменились, свет, материалы, все улучшилось. Проведенную работу за этот год видно отчетливо. Хочется отметить, что прокачанную графику мы уже видели непосредственно, когда играли в мультиплеер на техническом тесте. Уже там текстуры находились просто на каком-то фантастическом уровне. Мне кажется и в самой компании Infinite я буду ходить долго и все рассматривать. Дальше по трейлеру можно увидеть, насколько игра хорошо шагнула вперед по сравнению с демонстрацией 2019 года. Игра стала четче, текстуры стали лучше и в целом все стало выглядеть намного лучше. Хотя признаюсь, трейлер 2019 года меня сильно впечатлил в свое время. Я надеялся, что по ней хотя бы дотянули игру до этого уровня, а в итоге у них получилось его даже переплюнуть. Разрушенное кольцо Z выглядит более четко. Ну и в целом на протяжении всей демонстрации видно, что мир выглядит существенно лучше того, что мы видели в прошлой демонстрации. Появился туман, увеличили дальность прорисовки, растительность, игра в целом стала четче и текстуры не прорисовываются на ходу. Ну как бы игра стала выглядеть на очень достойном уровне. А кто знает про графику, то я вообще хз, что вам тут не нравится. Halo Infinite выглядит не хуже, чем любой другой топовый релиз этого поколения. Меня на стриме даже просили сравнить там Halo с различными Battlefield 5. И я прям на стриме сидел, сравнил показанный трейлер Halo Infinite и геймплей Battlefield 5 на максимальных настройках графики в 4К. И Halo уж точно не выглядел хуже, как минимум. Дело в том, что у Halo Infinite стилистика такая, не вычурная. И может показаться, что графика как бы не совсем богата. Но стоит подойти, посмотреть на какую-нибудь там стену, землю, дерево, растительность и так далее, то в принципе все вопросы сразу же отпадают. И все вот это в 4К и 60 фпс. И мне кажется, что это все-таки шикарно выглядящая графика. Текстуры просто какие-то фантастические в игре. И это факт. Это все реальные скриншоты стимического теста мультиплеера. Поэтому не судите графику по стилистике. Это ваша главная ошибка. Графика в игре очень достойна. И кто играл в тех тест, тот знает. Уверен, мы увидим огромное количество красивых скриншотов, когда игра все-таки выйдет. Ну и если с картинкой в принципе разобрались, переходим непосредственно к разбору трейлера, что нам показали и почему вам стоит ждать эту игру. Так сказать, переходим от одежки к непосредственно сути. Ну во-первых, это музыка. В Halo она всегда была особенная. И она всегда фигачила прям в сердце. И в Halo Infinite они сотворили просто какую-то магию. И я знаю, как у них это получилось. В написании музыки Halo Infinite участвовали композиторы, которые работали над Ори. А там она была просто божественна. Кто играл, тот поймет. Так вот, когда нам только дали послушать новый саунд из Halo, я сразу почувствовал руку этих композиторов. Короче, послушайте сами, насколько тут крутой музон. И только ради этого в эту игру уже стоит играть. Во-вторых, Halo это уникальный в своем роде шутер песочница с очень умными врагами. Но если только вы не играете там на легком уровне сложности. Так как стоит включить хотя бы высокий уровень сложности, и вы сразу все поймете. А в Halo Infinite разработчики, судя по всему, готовят нечто особенное для искусственного интеллекта врагов. Так как боты, с которыми мы играли в тех тесте, были крайне сообразительными. Это отметили все. И скорее всего, с врагами в компании будет то же самое. В Halo Infinite каждый враг это уникальная единица со своей манерой поведения и своим характером. Подход к каждой расе свой, отдельный. Например, стоит убить главного, как мелкие мобы побегут в рассыпную от страха. Тут есть охотники, есть раса элитов с клинками и так далее. Это не тупой тир, в котором ты можешь бежать на пролом. И все враги имеют одинаковую там манера поведения, интеллект и так далее. Здесь реально куча рас, с которыми нам придется бороться. И в Halo всегда были огромные возможности для прохождения. Игра постоянно генерирует какие-то уникальные события. И например, если вы там умерли при прохождении какого-то уровня, то когда вы будете перепроходить этот уровень, ваше прохождение не будет похоже на то, что было в прошлом. В этой песочнице вы как бы постоянно подбираете ключики для прохождения того или иного уровня. И у каждого свой ключ абсолютно уникальный и неповторимый. И поэтому, если вы часто умираете на том или ином уровне, вам все равно интересно это перепроходить. Потому что игра все время генерирует какие-то новые события и новые ситуации. И в компании Halo Infinite с приходом открытого мира, эти возможности выходят на новый уровень. И это я вам рассказал всего лишь, наверное, 1% из того, что представляет из себя Halo. Это огромная вселенная, в которой легко потеряться и легко вообще ничего не понять. Поэтому давайте обсудим, что нам все-таки рассказали в новом сюжетном трейлере Halo Infinite. Показ начался с демонстрации голограммы Картаны в руке Мастера Чифа, что, судя по всему, является просто его воспоминанием. Если что, Картана это самый продвинутый искусственный интеллект, который помогал Мастеру Чифу на протяжении всех частей этой серии. Я не буду углубляться, кто она и откуда она взялась. Это будет слишком долго. Об этом можете почитать сами в интернете, если будет интересно. Так вот, после того, как Картана сошла с ума, где-то между событиями 5 и Infinite, она таинственно исчезла. И судя по тому, как Чиф еще какое-то время смотрит на свою руку, после того, как голограмма исчезает, можно понять, что это демонстрирует нам отношение Чифа к Картане. И этот момент показывает нам, что Infinite будет сконцентрирована на повествовании. И сильную повествовательную сторону – это то, что я жду очень сильно. И это то, почему стоит ждать игру вам. Потому что история и лор – это самые сильные стороны Хейла. И в Infinite постановки и сюжетные сцены выйдут, скорее всего, на новый уровень. Ну, по крайней мере, если судить из того, что я видел в трейлере. И просто, чтобы вы понимали, насколько сильным является лор игры. Вселенная Mass Effect, которую я просто обожаю, вдохновлялась у вселенной Хейла. Поэтому я дико жду продолжения этой истории. Дальше по трейлеру нам показали пару обновленных кадров из старых трейлеров, по которым мы можем увидеть прогресс развития графики, по сравнению с прошлым трейлером. И которые, ну, мы уже, в принципе, обсуждали. Сразу после этого нам рассказывают некоторые сюжетные детали, судя по которым Чифу нужно восстановить какое-то таинственное оружие – Кольца Зета. Кольцо Зета – это место, где будут разворачиваться события. И если посмотреть на реакцию нашего спутника, он не совсем понимает, о каком именно оружии идет речь и сколько его нужно мастеру Чифу. Ну, а дальше я расскажу, о чем идет речь. Сразу после этого мы видим, как Чиф прыгает с корабля в открытое пространство Кольца Зета. И это очень эффектное приземление. Это выглядит реально круто. Кольца Хейла – это, если что, сооружение древней цивилизации, которые, по сути, являются оружием, и которые могут уничтожить всю органическую жизнь в галактике. Их построили для защиты от потопа, но в итоге раса предтеч была уничтожена, а мы спустя тысячелетия встречаем их древние сооружения по всей галактике. Это так, немного истории. Но в Инфинит мы все-таки встретим древних представителей этой расы. Я так думаю, это будет происходить там в заброшенных храмах или что-то в этом роде, когда будем исследовать Кольцо Зета. Дальше, я так понимаю, нам показывают башню Банш. Банш – это наши противники, и против кого мы, собственно, будем воевать. Но подозреваю, это отнюдь не главный враг. У меня есть такое чувство, что потоп вернется в Инфинит. Но об этом как-то в другой раз поговорим. Банш – это, если что, остатки объединенных цивилизаций, которые отчаянно хотели уничтожить человечество в оригинальной трилоге. Но которые в итоге потерпели поражение. После смерти главных лидеров, это объединение развалилось на многие мелкие шайки, коими и являются Банш, но которые все-таки смогли собрать внушительную силу под предводительством Атриокса. И, судя по всему, они захватили Кольцо Зета, на котором мы будем им противостоять, и где мы будем разгадывать тайну этого кольца. Для Банш Кольца Хейл – это, знаете, какой-то священный артефакт, который поможет ей там приблизиться к какому-то божеству. Ну, короче, по сути, многие из них и просто являются фанатиками. А нам придется разгадывать истинное предназначение этого кольца. Дальше нам показали еще какой-то объект, правда, пока не очень понятно, что это такое и каково его предназначение. Очень напоминает древнее здание Предтеч. Но суть не в этом. Вдалеке мы видим какие-то обломки, которые очень напоминают крылья одного из стражей из Хейла 5. Тех самых стражей, которых пробудила Картана для своей таинственной цели. И которая после этого исчезла самым таинственным образом где-то в глубине космоса. И, скорее всего, в том числе мы будем разбираться, куда и почему исчезла Картана. Так вот, если это все-таки страж, пока неизвестно, почему он разрушен и что он тут делает вообще. Дальше в трейлере нам демонстрируют больше дикопероды, кольца Зета. Судя по всему, тут будет много всякой живности. Дальше нам дают немного взглянуть на базу Банш изнутри. Различные типы врагов и где-то там сзади нам показывают голограмму Атреокца. Это предводитель Банш. Но в последний раз по сюжету мы его видели в Halo Wars 2. И считалось, что до событий Halo Infinite он уже не дожил. Хотя это всего лишь голограмма, поэтому посмотрим. Дальше нам демонстрируют открытые пространства и то, что мы можем летать буквально где захотим. И нападать на врагов как захотим. То есть нам открываются буквально неграничные возможности в плане прохождения. И, честно говоря, я этому очень рад. Следующим нам показывают то самое оружие, про которое мы говорили в начале видео. Да, это искусственный интеллект, который, судя по всему, убил Картану или что-то в этом роде. Причем, как оказывается, команду для этого отдал ей сам Чиф еще полгода назад. С тех пор они не виделись, а Чифа нашли случайно в космосе и он ничего не помнит. И что с ним было, тоже непонятно. И поэтому он не помнит, кто она такая. Судя по всему, нам придется распутывать этот клубок событий. И далее по трейлеру мы еще видели несколько раз так называемое оружие. И оно получилось достаточно милым и забавным компаньоном. Она явно будет разряжать суровую военную обстановку этого приключения. Хотя она может и задаваться достаточно серьезными вопросами. В Halo Infinite нам показали возможность там прокачки снаряжения, что как бы впервые в Halo и это прикольно. То есть у нас будет повод и интерес для исследования окружающего мира. Ведь по словам нынешнего главы разработки Джозефа Стайтона, в Halo Infinite вы можете устремиться сразу, прямо к своей цели. Или же задержаться, заняться там исследованием и игра будет вас вознаграждать за это. Пока у нас все еще очень мало деталей из того, что нас ждет в сюжете Halo Infinite. Нам практически ничего не известно из того, что происходит и что происходило на кольце Зета. И как мы там оказались. Между событиями Halo Infinite и Halo 5 буквально пропасть. Нам практически ничего не известно из того, что касается непосредственно игры. Например, нам показали, что у нас будут там точки быстрого перемещения между базами, на которых мы сможем заказывать технику и оружие. То есть непонятно, будет ли у нас какая-то возможность развития своей базы, наращивания кулака человеческих военных сил, которые будут противостоять военным силам бандж на кольце. Будут ли какие-то регионы влияния и так далее. Как я уже сказал, все еще известно очень и очень немногое. Что касается сюжета, геймплея и механик. Но из того, что я увидел, мне уже дико не терпится, чтобы запрыгнуть поскорее в эту игру 8 декабря и заняться исследованием этой истории и этого мира. Уверен, это будет эпик. А после я уйду полностью в мультиплеер. И я могу сказать с уверенностью, что все фанаты в восторге от этой игры. А если вам не понравилось то, что вы увидели, то просто попробуйте сыграть в эту игру, прежде чем говнить ее. Очень часто Halo со стороны может не нравиться. Это потому, что геймплей этой игры нужно почувствовать лично. Как говорится, Halo не надо смотреть. В Halo надо играть.